Здравствуйте, меня зовут Нужен Александр Мне 40 лет, около 9 лет Из этих 40 я занимаюсь исследованием календаря Мая Так получилось В какой-то период, где-то лет 5 назад, наверное Я начал замечать, что многие важные политические и экономические события в мире Ну и в нашей стране в частности Они происходят в неком соответствии с календарем Мая У Мая было около 19 раз В различных календаре на всякий случай жизни Речь, о котором я веду сейчас Это календарь Цолькин, священный календарь Пресловутый календарь, о котором шла речь в контексте 2012 года Календарь, который, как я считаю, специальным образом дискредитировали определенные силы Вложив в эту дискредитацию очень немало средств До определенного момента у меня не было, скажем так, достаточно наглядных доказательств Использования этого календаря различными силами До тех пор, пока я не встретился с такой конторой, как ФРС США Для тех, кто не знает, ФРС США это федеральная резервная система Ну, грубо говоря, главный денежно-печатный станок этого мира То есть та контора, которая печатает доллары и раздает эти зеленые бумажки всем остальным Под проценты, получая за это, в общем-то, реальные материальные блага Раздавая фактически бумагу Федеральная резервная система, она проводит 8 заседаний в год По итогу этих заседаний делается заявление Заявление о том, под какие проценты они будут раздавать деньги Я что сделал? Я конвертировал даты выхода этих заявлений И картина, которую я получил, она очень наглядно показывала то, что, в общем-то, эта контора использует календарь мая То есть получилось так, что я конвертировал даты в период с 2007 года по 2012 до конца И, соответственно, с 2013 по 2016 Получилось у меня две таблицы Вот, глядя на эти таблицы, в общем-то, сам факт того, что эти заявления выходят в определенную периодичность по календарю мая Он достаточно нагляден К сожалению, у меня нет еще с собой этих таблиц, чтобы продемонстрировать Просто суть в чем Что такое вообще календарь мая Тот, о котором идет речь, календарь Цолькин Этот календарь использовали шаманы в своих ритуалах Он состоит из 20 знаков, на которые, можно сказать, накладываются или которые проходят через 13 чисел тоналей То есть 20 умножить на 13 получается 260 кинов Ну, кин – это сочетание знака и сочетание определенного числа тоналей То есть, грубо говоря, год Цолькин состоит из 260 дней Вот, и в этих таблицах, которые я конвертировал Значит, в первой таблице, которая была с 2007 года по 2012 год Чисел тоналя Были разные числа тоналя То есть, совершенно кроме нескольких Та таблица, которая была с 2013 года Там присутствовали только числа тоналя 5,2 То есть, строго шла смена периодичности по датам заявлений И числа тоналя там были только 5,2 Вот, ну, это что касается Федеральной резервной системы После этого очень, скажем так, спора пошло дело Я начал другие системные события анализировать И на данный момент могу сказать то, что Олимпиады проводятся в соответствии с календарем мая То есть, есть определенные дни, которые наиболее считаются могущественными в календаре мая Вот, и с 80-х годов по наше время Всего было 3 Олимпиады, которые проводились в самые могущественные числа тоналя То есть, это число тоналя 13 И эти Олимпиады проводились в трех англоязычных странах То есть, в Канаде, в Калгари, в Америке, в Солт-Лейк-Сити и в Лондоне, в Англии Вот, все остальные Олимпиады, они проводились в менее мощные числа тоналя Причем, в зависимости от того, какую позицию по отношению к этим странам Я имею ввиду англоговорящим, занимает та или иная страна Число тоналя, оно либо увеличивается, либо уменьшается Вот, то есть, страны, которые более, скажем так, лояльны и дружественны вот этим англоязычным странам Число тоналя у них больше Страны, которые менее дружественны с этими странами У них число тоналя меньше Мы последнее место займем Мы, да, мы, у нас вот в Сочи проходила Олимпиада У нас число тоналя, день, в который начинались игры в Сочи, это единица Вот, потом еще заметил то, что многие теракты, очень резонансные теракты Тоже проводились в соответствии с календарем Маяцолькиным Для примера могу сказать то, что взрыв на Гурьянова в Москве и теракт в Беслане Они были произведены в один и тот же день по календарю Маяцолькин В один и тот же Взрыв Когалым-Авиа и взрыв в Питере в метро в прошлом году То же самое, тоже в один день Ну, совпадения такие маловероятны Вот, потом, что еще Многие аспекты, которые влияют тем или иным образом на нашу жизнь Они также проводятся, внедряются, скажем так, именно по календарю Мая Среди этих аспектов могу назвать валюту, криптовалюту Биткоин Которая тоже, на мой взгляд, была ее введение и развитие Оно тоже было произведено по календарю Цолькин Видеохостинг Ютуб-канал Также, на мой взгляд, было произведено по Цолькин Причем все, вновь, скажем так, получаемые сведения Они не противоречат друг другу Они лишь дополняют общую картину Вот В моей, скажем так, коллекции еще внедрение законодательное ЛГБТ в различных странах То есть извращение нам по календарю Цолькин внедряют Вот Валюта, главная мировая Ну, как я уже упоминал, ФРС Доллар Тоже очень грамотно был внедрен через Бреттон-Гудскую конференцию Которая, я считаю, тоже была проведена по календарю Цолькин очень грамотно То есть подобраны определенные дни Которые соответствовали энергетикам определенным Я немножко упустил Что, по сути, есть такое календарь Майя Цолькина Календарь Майя Цолькина, по сути, это некое расписание энергии Вселенной Содействуя с которыми, с этими энергиями Можно очень сильно увеличивать КПД тех или иных действий Вот, ну, в бытовой сфере или в каких-то других То есть, грубо говоря, для каждого действия Можно подобрать определенный идеальный день И в этот день что-то начать делать И КПД, шансы на успех этого действия увеличиваются Пресловутая, всем известная Ну, уже не теракт, наверное, ни для кого не секрет 9.11, то есть подрыв башен Близнецов Тоже очень хитро был проведен по календарю Майя Цолькина Причем он был проведен в определенный день Который, если давать характеристику Он способствует тому, что происходит максимальное распространение информации И она происходит на максимально глубинном, я бы сказал, генетическом уровне То есть нам хотели внушить страх Вот, и получилось, что, в общем-то, процесс этот произошел Точно в такой же день, точно в такой же день В свое время было произведено, ну, если можно так сказать Перемещение тела Сталина Из Мавзолея к Кремлевской стене То есть процесс перезахоронения Это тоже было совершено в один день Тоже очень хитро То есть, как бы, чтобы народ принял сразу Чтобы это массово разошлось Волны не было и некого противодействия не было И точно в такой же кин Однажды Рональд Рейган У него были периодические, скажем так, выступления Общения с народом Радио выступления, по-моему, каждую субботу Он что-то выступал, какие-то новости рассказывал И в одно из таких выступлений Он вместо того, чтобы начать рассказывать какие-то новости Он сказал, что Внимание там, наконец, свершилось Я дословно не помню Но, типа, я отдаю приказ Через пять минут мы будем бомбить Советский Союз То есть полетят атомные ракеты Я объявляю Советский Союз империи зла Отныне и во веки веков То есть это тоже была своего рода установка Причем она хитрым образом была замешана именно на страхе Потому что, ну, когда начинают кого-то бомбить Все равно мы все невольно вздрагиваем Это когда? По-моему, 80 какой-то год Я, честно, дат не помню Потому что дат много Ну, к сожалению, физически их всех не запомните Ну, если вот есть желание Я думаю, в интернете можно найти Шутка Рейгана, я думаю, она так называется Вот И, в общем, на данный момент Еще наш уважаемый Владимир Владимирович Очень неплохо владеет календарем Вот, как бы, может быть, это фантастически не звучало В доказательство этого Значит, приведу его слова На 70-й Генеральной Ассамблеи ООН Юбилейная Ассамблея Он с трибуны Ген-Ассамблеи ООН Сказал такие слова И тогда те, кто оказались на вершине этой пирамиды Возомнили о себе Что-то там Не помню тоже дословно Но суть в том, что многие подумали Что он имеет в виду США Насколько я могу судить Он имел в виду совсем не США А те силы, которые стоят за США И вообще за концептуальным управлением мира Почему я так думаю? Потому что тот день, в который он произнес эти слова Он как раз находился на самой вершине пирамиды Цолькина То есть это было завуалированное послание Грубо говоря, в этот день он объявил войну существующему миру порядку Что про выборы? Что про выборы? Да, что 18-го числа Это тоже просчитано Да, назначено Последнее его тоже обращение к федеральному собранию Я больше могу сказать Он переносит даты Да, тот день, когда он озвучил свое решение баллотироваться в президенты В этот день, именно в этот кин У майя, у индейцев происходила инициация в шаманы То есть это очень гармоничный день, очень серьезный Будет воздействие на что-то Но он наиболее гармоничный То есть майя выбрали наиболее подходящий день Ну, то есть они знали, владели Ввиду того, что, как я предполагаю, небезосновательно Владимир Владимирович очень серьезно владеет этим календарем Вот, соответственно, в этот день и было объявлено то, что должно быть объявлено По поводу выборов Наблюдая я давно за, скажем так, этим процессом И пришел к мнению То, что специальным образом подбираются те дни Которые наиболее максимальны для того, чтобы люди могли высказать свое мнение То есть не то, что какое-то давление происходит А именно такие дни, когда, ну, действительно волеизъявление человека происходит То есть, опять же, он таким хитрым способом подобран То, что... Да, то, что человек... Нет, направлений никакого нет Именно вот день, ну, непредвзятости То есть именно то, что вот есть у человека внутри Я понял Вот, причем во внешней политике, что касается То Владимир Владимирович очень жесткий человек То есть он диктует Внутри страны диктата никакого нет Ну, я очень многие события наблюдаю по календарю Вот, внутри страны диктата никакого нет То есть, наоборот, все даты и все важные события Они, как бы, размещаются, планируются с таким образом Чтобы действительно происходило волеизъявление народа А то, что внешняя политика Там Владимир Владимирович сам относится к очень интересному знаку С очень интересным числом тонали Число тонали 10 10 это закон порядок власти Ну, для всех, я думаю, очевидно, что, в общем-то, так и есть И вот через эту десятку он на внешней мировой арене Очень много проводит каких-то совместных заявлений Ну, тем самым, как бы, укрепляя, в общем-то, наши позиции И, в общем... А использует ли Грудинин подобную систему? И что о нем можно сказать по его... Как я предполагаю... Я думаю, что тоже как-то... Честно, вот, ни... Каким образом не отслеживал Грудинина, товарища Ну, пока просто Вот, потому что, я как понимаю Ну, залетная птица такая Ввиду обстоятельств выдвинутая Хотя много людей уже... Да, да, да К нему много народу подтягивается Вот Ну, мое небольшое упущение Потому что, действительно, фигура начинает отсвечивать Ну, честно, на данный момент Никоим образом не отслеживал Даже не смотрел, кто он по знаку Хотел еще спросить Хосе Аргуэлли с его Шестью Солнцами Какое отношение к этому имеет? Хосе Аргуэлли В эпоху Шестого Солнца Очень интересный товарищ Сразу скажу, что, ну, по моим сведениям Он был адептом New Age Вот, очень интересная такая контора Корни которой уходят в ЦРУ Ну, насколько я знаю Вот И он, Хосе Аргуэлли Открыл Как я его трактую Внутреннее строение Цолькин То есть Цолькин это фрактал Ну, он подобен в большом И подобен в малом Вот И Аргуэлли открыл как раз Внутреннее строение и кино Но Это открытие Оно таким хитрым образом Было введено В, скажем так В обращение Что со временем Оно трансформировалось И уводило людей На мой взгляд От самого календаря Цолькин То есть, грубо говоря На Цолькин Не на Цолькин А вот Эта штука Которую открыла Аргуэлли Она называется Dreamspell На Dreamspell Подсадили много народу Вот Там были специальные Психологические примочки Типа календарь нового времени Ну, заманухи всякие Которые на подсознании действуют И люди на него подсели Потому что в тот момент Когда это вылезло Он работал А потом постепенно Он начал водить людей в сторону Потому что Там один день не считался То есть, 29 февраля Он не считался Вот И год от года Этот увод людей в сторону Он все больше и больше Как бы фиксировался Ну, и у меня очень много Знакомых Dreamspell И они как бы Очень много на летних фестивалях Вот Да Они Лекции читали С развернутыми плакатами Точно так И они куда-то очень далеко ушли Причем Ну, классический Цолькин К сожалению Ну, не очень многим людям Ну, вот я по крайней мере Не знаю тех людей Которые Как скажем Следуют классическому Цолькину Очень много подсели Вот на этот Dreamspell Ну, и немножко На мой взгляд Ушли в сторону А классический Цолькин Очень серьезные люди Очень серьезные силы На мой взгляд А он связан с мирологией Там С каббалистикой Пересечения Я наблюдаю совсем Но они Скажем так Настолько порой трудноуловимы Что выявить какую-то взаимосвязь Ну, на мой взгляд Ну, можно безусловно Но мне вот сложно То есть Я наблюдал пересечения там С Каледы Даром Ну, с нашим славянским календарем Но Вывести какую-то систему Это требует Ну, достаточно серьезных усилий И времени К сожалению Не имею Как мерились эти энергии Какими приборами Древними Это очень интересный вопрос Насколько я предполагаю Календарь Сам по себе Он пришел к ним извне Вполне может быть От наших предков Вот, опять же Это чисто мое предположение Или со звезд Или со звезд Да, безусловно Вот Как мерились Сложно сказать Я думаю Путем каких-то наблюдений Изначально То есть Все же начинается С наблюдения Вот Системного Вот А как мерились Ну, не знаю Спасибо большое Да, благодарю за возможность Приезжайте к нам еще поподробнее По возможности Я просто слышал Уже никому То ли читал То ли Ссылку Вашу Соленскую передачу То ли А Вот Видео Я, короче, попробовал Посмотреть Календарь И конверт И они Подают Разный Результат Это есть Такое Дело в том Что Ну Выключить Дело в том Что есть Две Изначальные Даны Которые Детят Отчетная Даня И Та Август Опять 3000 Багин Собор Пригрузы Продолжение следует